Человек вышли на парад, посвященный Дню освобождения города Камрад. Кроме госчиновников и сотрудников госбезопасности, на параде было большое количество жителей, которые пришли возложить цветы и считают это своим святым долгом. Для меня этот праздник вообще имеет большое значение. У меня папа участник войны, он освобождал много городов. Конечно, не участвовал в освобождении Камрада, а вообще он участник войны. И считаю, что нужно отдать должное, отдать хотя бы такую малость, как возложить цветы к памятнику погибшим героям. Я хотел возложить цветы тем людям, которые освободили Камрад. И мы ждем память, кто освободил Камрад. Мы ежегодно отмечаем этот праздник и стараемся, чтобы молодежь и дети в детсадах знали историю своего города. Я всех поздравляю с этим праздником. С такими словами обратился мэр города Камрад Николай Дудогло. Это день, который мы никогда не забудем. Мы делаем все возможное, что и в детских садиках, в школах, проходят круглые столы, чтобы это передавалось от поколения в поколение, потому что то тяжелое время, которое было, мы не должны забывать. Я поздравляю сегодня всех. Мы отмечаем 68 дней уже освобождения Камрада. И очень благодарна сегодня всем нашим ветеранам, которые вместе с нами пришли возложить цветы. Благодарен сегодня всем жителям Камрада, потому что, ну, я скажу, что очень много людей сегодня на возложении, а говорит о том, что никто не забывает этот день. 68 лет прошло с того времени, как закончилась война и наступили мирные времена. Но очевидцы тех событий вспоминают, какой ценой был завоеван мир на наших территориях. Помню танковые колонны, помню солдат с запыленных гимнастерках, потому что была такая же жира, как и сегодня. Помню, как они нас угощали конфетами. Помню, как люди, простые граждане, крестьяне встречали наших освободителей. Хлебом, солью, вином. Вот это осталось в памяти. Большое количество людей, находящихся здесь, это показатель того, что человеческая жизнь превыше всего, отметила спикер ГГУского парламента Анна Харламенко. Мы поминали их погибших сыновей, и отцов, и мужей. И эта традиция сохранилась. Я благодарю весь наш город, что они помнят, что именно человеческая жизнь превыше всего, и эта жизнь, которая отдана была за нашу свободу, она должна иметь поминание. Благодарю Камрад и вечная память тем, кто подарил нам свободу, жизнь, возможность развиваться этим русским солдатам. Пришедшие сегодня к памятнику освобождения молча возлагали цветы к мраморным плитам, на которых выгравированы имена героев. И только надпись над их плитами «Вечная память павшим воинам» говорит о том, что никто не забыт и ничто не забыто.